Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе жив, вот даровав. Мы кричим, поем, восклицаем и радуемся такому восклицанию. При этом, надо сказать, что мы не очень задумываемся, а что же мы на самом деле провозглашаем. А это стоит сделать, поскольку на самом деле в той интерпретации, которую мы имеем, события, которые мы возглашаем, выглядит не совсем правильно и не совсем так, как на самом деле это было. И в чем же тут несоответствие? В том, что Христос воскрес. Христос воскрес. Христос у нас такое, можно так сказать, стало имя нарицательное, именно Иисусу Христу, Христос, обозначает оно, в общем-то, помазанник. Но если мы с вами начинаем разбираться, кто такой помазанник, то мы увидим, что в иудейской традиции помазанник – это не Бог. Это не Бог. Это пророк. Это царь от имени Бога. Ну, то есть, для того, чтобы Он стал святым или освящен, надо, чтобы еще и помазание Ему произошло. И то, что Иисуса называют помазанником, немножечко странно. Для того, чтобы утвердить Его среди иудейской общественности, назвать Его Христом, то есть, помазанником, и то тогда это не так называлось, это в Греции, через несколько веков получило такое название Христос помазанник. Назвать Его помазанником, ну, было нужно. Поэтому-то мы с вами и читаем на табличке над ним царь иудейский. То есть, если он царь, то он должен быть помазанник. То есть, таким образом обозначался он как помазанник. Но в то же время это относилось и к пророкам. И к пророкам. Но к Богу, что Бог помазанник, это никак не относилось. Никак. Потому что Бог, в общем-то, сам дает этому помазанию силу, благодать. И тот, кто помазается, тот и становится благодатным от Бога, посланным. Поэтому помазанники – это цари, пророки. И здесь вот очень интересная вещь. На протяжении нескольких дней шел сериал, где митрополит Илларион рассказывал историю Иисуса Христа. И у него несколько раз промелькнуло «Пророк! Иисус Пророк!». Меня это очень удивило. И думаю, как так Иисус не пророк. Он пророчество делал, но называть его пророком – это значит уменьшить его значение. Нет, он как раз в мусульманстве является пророком Иссой. То есть, один из великих пророков, которые пришли и что-то сказали на земле. И мусульмане его так и признают. Но при этом они не признают, что он Сын Божий, что он Бог, как мы признаем в Пресвятой Троице. Поэтому получается, что Христос – пророк у митрополита Иллариона вполне сочетается с понятием помазанник и пророк. Но почему не Бог? Я думал, митрополит ошибся или те, кто как бы немножечко текст, потому что там не в его устах звучит, не от него пророк. А вот в дополнительных текстах к кадрам, которые предоставляются в его, прозвучало пару раз пророк. Но я удивился, фильм про то, как сходит благодатный огонь, там идет текст, и люди комментируют и что-то говорят, и вдруг опять называют пророк Иисус Христос – пророк. Многие евангелисты, например, так и считают некоторые, что Христос не Бог, а человек, и у Него только Дух Божий, то есть благодать пророчества, и Он пророчествует. И это меня не маленько огорчило, что если мы уж православные будем понижать нашего Господа Иисуса Христа до пророка, то, может быть, мусульманам и каким-то там сектантам евангелистам это хорошо. И это соглацуется с понятием Христос, но это не совсем согласуется с тем, что мы с вами знаем о Боге. А что мы знаем? Что Бог Пресвятая Троица. В учении наших отцов Бог не присутствует во время смерти Христа. Помните, Иисус Христос на кресте семь изречений произнес. Иисус Христос, там он обращается к матери, обращается, разговаривает с разбойником, который просит его в Царстве Небесном помянуть Христа, а он ему говорит сегодня же. И там есть одна фраза «Боже, Боже, что же ты меня оставил?» И когда толкуют святые отцы эту фразу, то они говорят это как раз свидетельство того, что Бог уходит из Иисуса, который во время проповеди Бога-человек. Так в нём и Бог – слово, и человек Иисус присутствует. Причём нам объясняют, это не слияно, это никак, это по канонам не слияно у нас. Бог никогда не смешивается с материей. И здесь получается, что Бог не умирает. Бог не умирает. Но воскрешается кто? Воскрес кто? И вот здесь очень интересная такая вещь является. Что если мы говорим, что Христос воскрес, то есть и имеем его в значении пророка или помазанника Божьего, то это действительно так. Потому что человек, умерший, бывший царём, пророком, опять воскресает. И это понятно, что это удивительное чудо. И тогда Христос воскрес. Но у нас-то по канонам воскрешается он Богом. И в нём Бог. И Христом, он для нас является спасителем. Христом спасители. Только потому что он Бог. Он Бог. И вот следуя логике, такой вот, как говорится, сейчас путанной, получается, что есть в Христе Бог, уходит из Христа Бог, возвращается в Христа Бог, или точнее, есть в Иисусе Бог, уходит из Иисуса Бог, возвращается в Иисуса Бог, и воскрешается Иисус опять Бога-человеком. В другом теле, но Бога-человеком. Причём для нас тайна воскрешения вообще непонятна. Мы с вами вообще не знаем, воскрешается ли это как простой человек, тот, из кого ушёл Бог, и уже к нему возвращается Бог в течение его созревания. Помните, он созревает. Когда Фома ему кладёт в раны пальцы, он говорит, подожди, я ещё не до конца зрелый. Когда он через двери проходит там, сидит, кушает с апостолами, но при этом он не до конца зрелый. Что значит не до конца зрелый? То есть у него не до конца воскрешения, чего произошло? Возвращение Бога или становление тела. Причём тело, мы помним, что оно новое, и даже не узнают его ученики только по движениям, по голосу и потом по воспоминаниям. Они осознают, что перед ними опять Иисус, их учитель, а не по виду этого тела. То есть тело это совсем другое, воскресается, воскресает. И весь вопрос для меня, на каком этапе возвращается к нему Бог. И когда мы говорим Иисус Христос, мы имеем что в виду? Христос как помазанник или пророк, как вот опустили его в некоторых наших передачах, или он в мусульманстве на таком ущербном виде стоит? Или всё-таки мы Христос воспринимаем как Бог, как Пресвятая Троица, как Сын Божий? И вот эти вопросы, они достаточно интересны, но если в них разобраться, то мы в целом воспринимаем, что Иисус умирает как человек, воскрешается опять как Бога-человек, и уже в этом обличии является Христом, Богом, Спасителем. То есть тут у нас Христос немножечко имеет значение, не такое, как этимологическое его значение. Кстати, воскресение тоже интересная этимологическая тема, потому что оно идёт от праславянского слова. И в общем-то, в основном крепость, как бы, кресту, было слово того, с кресту. И вот креста – это возвращение силы, как бы крепость. У нас с вами крестец есть, у нас крепкая спина, то есть вот крепко. Во крепко. И вот был день недели, где вот эта крепость возвращалась к человеку от того, что он не работает, отдыхает. И когда добавили Во, и в этот же день происходит воскресение Христова, и получилось воскрешение. То есть по праславянской, по древнеславянскому возвращение силы. А уже обозначает воскресение, возвращение силы. Поэтому-то воскресение и был первый день недели, ну и есть. В христианстве это первый день недели, не последний, как у нас, как говорится, гражданский календарь предполагает, что семь дней работаем, пять дней, пять дней у нас, пятидневная неделя. Два дня отдыхаем, и воскресение – это день отдыха. Нет, по православному воскресение – это начало недели. Вот с этой крепости ты должен начать неделю и проработать её хорошенечко. До субботы. У иудеев суббота день, неделание, день воскрешения. Так что, так что, сколько вопросов. Но разбираясь с них, мы приходим к очень интересным рассуждениям, выводам и ещё раз укрепляемся, что Христос воскресе и нам всем такое воскресение даровал. Здоровья вам всем, радости. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok